Чувствую, чувствую я, друзья, что сегодня будет просто бомбический, разрывной, веселый, смешной эфир. Вместе с вами, как всегда, каждый будний день Машнова, Майк Войс. Да, и абсолютно под всеми вот этими словами Машнова подписываюсь, потому что вы пока видите, что с этой стороны, но не видите, что с той. Сейчас вы будете действительно удивлены, кстати, кто будет представлять, потому что у нас счет 5-1 в пользу мужчин. Нет, давай мы вместе представим, а потом будем в частности. Давай. Сегодня у нас в гостях... Студия «Союз». Ура! Добрый вечер. Все, привет, друзья, как у нас настроение? Здравствуйте. Ура, мой блог. Ура, мой блог. Ура, мой блог. Ура, мой блог. Да, действительно, будет весело, будет задорно. О, прекрасно. Все, давайте теперь, как мы с Мишей договаривались сейчас по очереди. Фух, набери воздуха, погнали. Да, мы говорим, а вы руку поднимайте и машите в камеру. Кирилл Коковкин. Еее, Айдар Гараев с нами. Виктор Щитков. Можно, суд, ведь можно, мы на радио, в том числе, у нас и телекорадио, поэтому не только жесты. Когда такой микрофон, мы чувствуем себя, как подпевка в шансоне какого-то. А вы не знаете, там и Маша будет петь сегодня. А для вас ее никто. Ты можешь подпевать. Александр Алымов. Вот здесь вступаю я. Это меня давай сейчас. Лёля, Лёля Гущина, ну конечно. Привет, привет. Ребята, а вы не поддерживаете друг друга там аплодисменты? Да нет, конечно. Нет, у вас не заведено это. Если честно, не наведите друг друга. И Артём Радов. Хорошего эфира. Спасибо большое. Слушайте, ну конечно же, повод, который нас всех сегодня собрал, у нас есть один и второй. Каждый будний день мы говорим о юморе. Вот, собственно, поэтому вас и пригласили. Это первый повод. Это первый повод, да. Ну и второй повод, я знаю, что у вас скоро запускается новый сезон вашего шоу «Студия Союз», и совсем скоро начнутся съемки. Кто может рассказать сразу же? 22 августа. Подожди, подожди. Пока они все будут думать. Вообще, все о съемках знает только Кирилл. Нет, Саша, закатывай, нам говорят, Кирилл все расскажет. Да, но Лёля вступила первая. Рассказывай ты тогда. Новый сезон 22-го стартует каждый четверг. 22 августа. Да, мы не изменяем традициям. А по поводу съемок Кирилл все знает. Кирилл, расскажи, вот если вдруг люди сейчас ехали, там, не знаю, за баранкой своего авто в такси и думают, я хочу, я вот мечтаю попасть на съемки в шоу «Студия Союз», что можно для этого сделать? Куда пойти? Позвонить тебе лично? Да, позвонить мне лично и все. Телефон тогда лично. И ты расскажешь, куда ему идти, правильно, вот этого человека? Да, я расскажу, где находится глав кино, там мы снимаем наши передачи. Расскажу немножко, как проходят съемки. Съемки проходят три передачи в день, мы записываем три дня. Соответственно, девять передач мы записываем разом, можешь говорить, на какую ты хочешь, я тебе скину список гостей, пожалуйста, говори, я хочу прийти на этого. Пожалуйста, приходишь и все. Ого, друзья, подожди. Если можно, друзья, поближе к микрофону. Все, я поняла. Ну, круто, я надеюсь, Миш, мы когда-нибудь доберемся. И сразу же второй вопрос. Ты надеешься, а я приду, понимаешь? Ты придешь? Обязательно. Все, тогда вместе, договорились? У тебя был второй вопрос. У Кирилла телефон у меня уже есть его. Да, и второй вопрос, у нас есть такая традиция. Есть ли у вас некий совет или лайфхак? Как научиться относиться к жизни с юмором? Ну, это Александр Ралымов. Кто этот самый смешной вообще? Александр Ралымов вам подскажет. А Саша у нас уже был, кстати. Да, я уже говорил. Саша, спасибо. Он уже отличал свой вариант. Повторит. Повторит. Есть один запрещенный прием, он знает. Я им говорю? Так, Артем, Артем, какой? Какой запрещенный прием? Рассказывай. Ну, он уже, он уже показал. Массаж лимфоузлов. Массаж лимфоузлов. Массаж лимфоузлов. Вот так стучать периодически. Александр так делает. Александр Ли, либо это вот мотиватор всей команды, то есть задаток настроения всего коллектива. Нет, задаток настроения всего коллектива, это вот перед вами сидит абсолютно в разной одежде. Здравствуйте всем. Молодой человек, да, в синей футболке. Ребят, смотрите, а у вас вообще в команде каждый вот выполняет какую-то определенную функцию. Кирилл Коковкин, например, вступительное слово подводки конкурсом, объявление счета и так далее. Это так? Номер телефона называли? Абсолютно верно. Нас еще никто, как мне кажется, не успирал в раунде. Автономить! Мне просто интересно, у Айдара своя роль, это исполнение вступительного джингла. О, здравствуйте, Айдар. Айдар не знал вообще об этом. Я впервые просто проявил, где такая информация есть? В Википедии. В Википедии. Подожди, а у меня к тебе следующее. Как выглядит ваш вступительный джингл? Как ты его обычно исполняешь? Вот для тех, кто никогда не смотрел ваше шоу. Во-первых, я его очень классно исполняю. Во-вторых, он очень короткий. Там что его исполняют? Там 15 секунд длится трек. Ну, целых 15 секунд. Ну, а когда там «та-та-та» или «когда по-другому» это звучит? Не смотрел на нашу передачу. Нет, я со стороны тех, кто реально, может быть, ну, никогда не смотрел. Айдар, ты просто скажи, ты правда считаешь, что чем хуже русское попсать, им интереснее? Да, ведь у нас соревнования, где все решают песни. Да, да, да. Это ты про что? Это что? Это шоу. Это шоу. Это мюзик. Это студия. Это студия «Союз». Слушайте, такое ощущение, чтобы вы репетировали. Да, действительно, я на связи уже понимаю, о чем ребята сейчас говорят. Вы обстебываете. Можно это так назвать? Да, конечно. Обстебываете, правильно? Мы на полном сирене. Если сейчас 2003-й, то можно. Хорошо, тогда современным жаргоном, лексиконом, как можно обозначить задачи вашего шоу. А это вот рецепт хорошего настроения. Что вы спрашивали там? Как можно? Совет, да, да. Жизнь сохранит чувство юмора. Да, 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 чувство юмора. Действительно молодежный. Рецепт хорошего. Мы просто приглашаем к нам в гости каких-то известных людей и выясняем, кто из них музыкальнее. Для этого мы предлагаем им чувствовать в наших эстримах. И пока никто не победил, да? Побеждали, и была ничья. Но самое главное, да, Кирилл, смотри, самое главное, что вы не приглашаете профессиональных музыкантов, правильно? Или же приглашаете? Не приглашаем, не приглашаем. Макс Фадеев? Нет, точно. Нет, не приглашаем. Нет, мы приглашаем и музыкантов, и юмористов. Все, разных, правильно? Люди связанные с юмором, комедии. Поэтому нет никаких ограничений. Из героиня этого у нас ожидаются люди. Кто музыкальнее все-таки? Люди, которые этим занимаются профессионально или же люди, которые не связаны с этой сферой никаким образом? Ну вот по итогу вашего шоу получается. У нас на самом деле достаточно условные соревнования. Да, у нас не серьезные соревнования, мы не выясняем, кто из них, ну действительно, не проверяем. У нас так профпригодность человека. У нас задача такая же, как у вас, просто провести классное время, да, и поднять настроение люди. А этот вопрос кошельнет Артем. Артем, если можно? Спасибо. Нет, на самом деле вся вот эта вот подводка, что у каждого члена команды есть какая-то своя роль, была к тому, что Виктор Щитков. И там пробел. Это роль Щитков. Я тебе серьезно говорю. Там пробел. И там пробел. Классно, в начальном... Витя, никто не шоу тебе, честно, вот посмотри, вот это Википедия. Знаете почему? Потому что я ее писал. Нет, потому что Витя не поет начальный джингл, и все. И все, только поэтому. Нет, если вы посмотрите начальный джингл, начальные джинглы вообще, он каждый раз дает очень четко петюню Кириллу. Но вот не всегда я даю его. И там очень... Ну это же ваша проблема, Кирилл. Вот там в пробеле надо это написать. Вот такой вот я безликий. Ну правда, ну как ты сам можешь вот свою задачу, не знаю, свой образ, свою роль в шоу обозначить? На колоночке. Ну ладно, ну... Слушайте... Да ну не знаю, ну как можно... Подожди, мы поняли, что Витя у вас самый скромный член команды. Конечно. А у вас есть какой-нибудь, ну не знаю, капитан, начальник, такой командир всего? Кто зарплату раздает, короче. Да, как он сказал, так и будет. Другой человек раздает, его здесь нет. Я все контролирую, я всем выдаю зарплату, я самый главный. Заткнись. Мне нравится. Подождите, у вас все члены команды являются креативными продюсерами этого шоу? Мы с Лёней не креативные. Вы не креативные. Все остальные... Но продюсеры. Но так, не креативные продюсеры. Они талантливые. Они не креативные, они талантливые. Окей, кто придумывает, кто разрабатывает все ваши классные и стильные конкурсы? Артём, пожалуйста. Я... Спасибо, Артём. Переходим к следующему вопросу. Мне нравится. На самом деле все задействованы. Каждая выполняет какой-то свой пласт работ. Допустим, Майдар отвечает за конкурс «Песня о песне». Практически он один им занимается с периодической нашей помощью, если у него возникают трудности. У каждого есть своя функция, единственное у меня нет. Ничего, все как в Викпеде. Пробел. Ну, опять же, Виктор, на колонку не садится пыль. Я прихожу, посидел там, пришел на съемках, посидел. Все, пришел, от работы ушел. Витя, для симметрии. Понимаете, плохо же было бы, что два гостя... А, да, кстати. Для того, чтобы уравновесить. На самом деле у Вити и у Айдара у них одинаковые функции в этом. Они созданы для... Для ближайшей коммуникации с гостями. То есть они с ними общаются, наводят их на правильный ответ или уводят, наоборот, в сторону. То есть они просто рядом с гостями, чтобы гости чувствовали себя хорошо, чтобы они не молчали и прочее. Вот и все. Как и все, собственно. Ребят, ну скажите, в новом сезоне что ожидать нового? Будут ли какие-то новшества? Или все те же самые конкурсы? Или вы постоянно, постоянно разрабатываете что-то новое? Не называйте это конкурсом. Мы же не поле чудеса, мы, конечно, меняемся. Подождите, а как это правильно называть? Эксперименты. А, ой, извините, пожалуйста. Все, да, эксперименты. Человек сказал эксперименты, это эксперименты. А, кстати, один из экспериментов будет сегодня у нас в эфире, друзья. Сейчас маленькая затравочка, да, поэтому смотрите, слушайте нас, продолжайте это делать. Ну вот будет что-то новенькое, новенькие эксперименты. Что будет? Новые гости. Новые гости. Ну это естественно. Да будет, будет, будет. Лёнь, Лёнь. Что они и те же? Будут новые джинглы. О-о-о-о-о! Директор сказал, значит, будет. Все, сейчас эксклюзивчик полез. Еще не было тех людей, которые два раза ходили, так, таких еще были, 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 были уже, да? Они даже три раза приходили, потому что настолько они... Некуда пойти, да? ...хороши, нет, они хороши просто. Я вас понял. Они так раскрываются. Слушайте, ребята, кроме шуток, вот вы в таком составе вообще дружите, общаетесь, работаете, работаете уже как хочешь. С 2011-го. А, балд... И еще нет ненависти, вот драк какие-то. Она есть. Ну прошло. 2012-го началось. А чем, пожалуйста, как человек самый авторитетный, как переделин? Я отвечаю, как самый главный. Так, пожалуйста. Ненависть есть. Ненависть есть. Она всеобщая. Артем, кому конкретно, пожалуйста, покажите пальцем. А ко всем, ко всем, кого не плюнь. Вот ко меня заходишь, привет, человек, я тебя ненавижу, про себя говоришь. Пап, и что ты начинаешь? А так, привет. Слушайте, а с виду такая дружная, сплощенная команда. Вот ненавижу. Терпеть не могу, но мы вместе работаем. Окей, Артем, тогда к тебе следующий вопрос. Что делают деньги с людьми? Действительно, пятихатка, если быть конкретным. Пятихатка, да? Ну просто от дома недалеко доработать, только из-за этого. Окей, у меня очень быстрый, короткий вопрос. Вот вы все такой дружной команда, вы часто собираетесь вот вне работы. Отмечаете какие-то... Ну, спасибо, должен сказать Артем. Ну подожди, ну отмечаете какие-то, не знаю, может события знаковые. А куда деваться, никого больше не знаем. Все, все, вот именно знакомы. Друзей больше нет. Поэтому все в этой бутылке. Конечно, собираемся. Завтра четверг отметим. Это наш любимый проект. В смысле продолжим среду отмечать. Четверг, все, мы поняли. Друзья, сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы обязательно к вам снова вернемся. Будем отмечать среду, оставляйтесь, оставайтесь с нами. Друзья, друзья, да. Продолжается. Да, вечер продолжается. Действительно, это вечер какой-то невообразимой щедрости со стороны Маши Новой. А почему, я вам сейчас объясню. Можно было бы заполнить шесть эфирных дней, но Маша решила выдать всех с копом в один вечер, чтобы, знаете, вот как-то нам жизнь все-таки не упрощать. Но ничего, мы каждого из вас тоже пригласим поодиночке. Студия Союз. Студия Союз, конечно же. Ура. Поехали по одному. Кирилл Коковкин. А, подожди, да, хорошо. Айтар Горай. Виктор Щитков, Александр Алым, Филина Гучина, Артем Муратов. Друзья, хочу еще разок напомнить, что самый главный лозунг вашего шоу, чем хуже русская попса, тем интересней. Отсюда вопрос. А вы вообще слушаете нашу современную русскую попсу? Ну, не только сегодня здесь у нас. Как вы думаете? На этом же основано шоу. Нет, понятно. Ну, слушайте, и любите ли вы творчество наших современных артистов? Мы любим то, что нет в ротации. Вот. На этом, собственно, построено множество ваших экспериментов. Я выучила это слово. Нет, мы в любом случае слушаем все новинки, все знаем. Все, что выходит. Есть конкурсы, которые завязаны не только на неизвестных песнях, а также на очень известных и популярных. Надо постоянно вариться в этом информационном музыкальном. Что сейчас актуально популярен? Какие сейчас музыкальные новинки? Проверочка, проверочка. Кирилл? Филипп Киркоров, Николай Басков, Ибицы. О, прекрасно. Последний свежий пирожок. Молодец. Артем. Твой код. А вот у меня совершенно... А мы по одному, да? Я к Артему. Ты к Артему. Я сразу к начальнику. Артем, а наоборот, что-нибудь из андеграунда? Что-то вот из... Чуть не то слова не сказал, из экспериментов. Это не туда, это к Саше. Это вот, из андеграунда. Выдай. Ой, Саня нам рассказывал тогда, какие группы. Саш, ну напомни. Сатана печет блины. Ничего не изменилось. А, ничего не изменилось. Любимчики просто остались веже у него. Подожди, это кровавый лесник или что там было, нет? Не кровавый лесник, а логичный лесник. Это песня так называлась. А, простите, пожалуйста. Это песня этой группы. Извините. Хорошая песня была. Не, ну кровавый лесник тоже хорошо. Тоже хорошо, да? Лёля, сумела. Это у тебя в группе, кстати, будет такая песня. Мы сегодня все послушаем в нашем эксперименте с вами. Друзья, я сижу левее от вас. Я вижу, как Айдар уже говорит, ну мне дадите сказать. Айдар, пожалуйста. Это не к этому было. Спасибо, Айдар. Нет, а вот, кстати, вопрос к Айдару следующий. Ребята, понятно, что одно шоу, вы все такие в тандеме работаете. В тандеме шесть человек работают. Очень интересно. Ну, шесть человек. Нет, смотри, а есть ли еще какое-то время на свое сольное творчество? Развиваетесь еще как-то индивидуально? Вот я знаю, что у Лёли есть своя музыкальная группа Лёля Бэнд. Еще чем-то занимаетесь помимо шоу «Судия Союз»? Помимо «Судия Союз» профессиональной музыкой я не занимаюсь. Нет, не обязательно профессиональной музыкой. Это может быть в интернете, некий видеоблог, что там сейчас еще. Он вайнер же у нас. Популярно, все что угодно. Саня считает, что я вайнер. Вайнер. Многие считают, что Айдар пасечник. На самом деле нет, ничего подобного. Расскажи про выпечку. Я просто не умею это делать. Просто времени на это не хватает? Иногда, чаще всего даже. Он стесняется, он не хочет рассказать про выпечку чак-чака. Он редактор высшей лиги. Спросите его про выпечку. Ему вообще некогда. На секундочку. Ну подожди, ну расскажи, пожалуйста. Ты редактор высшей лиги. Подожди. Что это значит, редактор высшей лиги? Ты редактируешь, получается, сценарий всех команд, которые проходят высшей лиги. Или можешь полностью переписать весь сценарий? Из-за того, что практически бывает, что и полностью переписывают. Последний фестиваль показал, что такое, в принципе, возможно. Это интересно. То есть просто вот так зачеркивается. Да, и висциновый. Почему? Айдар не выспался, например. Все, да? На этот вопрос никто не может ответить. Почему? Ряд причин есть на это, на самом деле. Ну это какие-то субъективные причины, либо есть какой-то объективный свод правил там. Ну смешно или не смешно? Давайте так, чаще это объективные причины. Чаще объективные. О, окей. Чем это какие-то капризы и желания. Айдара хотелось бы добавить. Но иногда появляется субъективная причина. А, кстати, ребят, нет. Поверь, инфиганты не объяснил ничего. Александр Васильевич Масляков. А, нет, я думала, что субъективная причина Айдара. Либо ему смешно или не смешно. Но мне кажется, здесь тоже включается эта история. Нет, нет, наша работа не в том, чтобы высказать свое мнение. Спасибо, обязательно, продолжим после песенок. Один на всю страну, одни на всю страну, Маштова и Майк Бойс. Ребята из шоу-студия «Союз». Сегодня у нас в гостях. И сейчас, кстати, все, да-да-да, уже надели уши, потому что мы прямо сейчас переходим к самому главному событию. Это будет наш первый музыкально-импровизационный эксперимент. Правильно, правильно, правильно. Ни в коем случае не конкурс. Нет, все, нет. Конкурс на свадьбе Мишка проводит, а у нас... У нас шоу-эксперименты, да? Пока Кирилл объяснит, в чем он заключается. И дай Бог, хоть один наш конкурс будет на свадьбе. То, что будет. А вот реально, мне кажется, многие, многие, правильно? Пока Кирилл расскажет про эксперимент, я принесу вам кое-что. Эксперимент. Давай, Кирилл, мы внимаем. Мы бы хотели сегодня провести эксперимент. Кирилл, только, пожалуйста, в микрофон говори. Кирилл, который называется Рифмабол у нас. Рифмабол. Меня так, да, во дворе называли раньше. Ну, ты и Рифмабол. Так. Условия конкурса простые. Мы вам демонстрируем отрывок неизвестной песни, в которой мы убрали концовку. Ага. Вам нужно догадаться, как заканчивается этот отрывок. Мы предложим вам четыре варианта, вам из этих четырех вариантов нужно выбрать. А, предложите. Я думала, самой надо предложить. Класс. Все, тогда проще гораздо. У меня единственный вопрос. А мы соревнуемся с Машей? Да, вы соревнуетесь. А мы соревнуемся. А в чем? Кто правильнее? Вы можете выбрать вариант один и тот же, можете разные, можете поменять в любой момент до того, как прозвучит. Так. А в конце автомобиль! Давайте, чтобы было интереснее, играем на раздевание. Вот так? А Мишки? Чтобы Витьке было интереснее. Да, да, да. Я там могу. Исключительно. Вы что, готовы? У тебя меньше этих всяких приспособлений. Давайте попробуем первый отрезок послушать. А куда смотреть? На экран или сюда? Пока на экран. Вон туда. Включилась? Ну, конечно. Ага. Мама родила Марту в марте и назвала Марту в марте. Варианты ответов. Март. Марта. Марат. Так. Или же Антон. Очевидно, абсолютно. Очень много слов на М. Конечно, Антон. Абсолютно очевидно. То есть, ну, это не может быть по-другому. Мама родила Марту в марте. Ясно. Назвала Марту в марте. Естественно, Антон. Я знала, что Миша именно так и ответит. Знаешь, что ты ошибаешься? Да. Ты включил логику. А надо включить женскую логику, правильно? Вот женская логика. Да, то есть воспользоваться женской. Мне подсказывают. Значит, мама родила Марту в марте и назвала Марту в марте. Маратом, естественно. Правильно? Главное в рифму. Вот теперь узнаем, кто из вас прав. Слушаем правильную версию. Барабанную дробь. Мама родила Марту в марте и назвала Марту в марте Антон. Спасибо. Браво. Спасибо. Молодец. Слушай, как ты это сделал? А я им кофе принес для эфира, простите. А вы просто порепетировали этот конкурс без меня. Слушайте, ну круто. Слушайте, ну круто. Продолжаем. Поехали. Следующий. А все по такой же логике. Как домой вернулся. И от музыки его стало всем рад. Ага. Досно. Так. А здесь слово? Дужно. Так. Расчудесно. Так. Или же раскайфово. Ну-ка, послушайте. Но, естественно... Миша по той же логике сейчас будет делать, да? Речь идет об Арсене. Я как человек, разбирающийся в Арсенах, живший в Сочи после Олимпиады еще целый год. У меня не было денег на обратный билет. Арсен опустил окно заниженного авто, чем выше в горы, тем ниже приоры. И от музыки его стало всем рас-кай-фо-ва. Именно так всегда и было. Слушай, а почему-то я подумала про Ра... Знаешь что? Радуга. Радужно. А кто знает, какой там Арсен. Знаешь ли? Поэтому Радужно. Там не настолько еще. Там не пришла Европа в гости к Арсену, там не так же. А что у тебя в телефоне так и должен быть? Арсен Радужный. Радужный Арсен есть. Ну давай проверим. Посмотрим. Разбирающихся в Арсенах. О, молодец! Один-один! Как бы это сейчас не прозвучало, Маша лучше разбирается в Арсенах. И я рад! Нет, на самом деле это хорошо. И я рад. Комплимент тебе. И я рад. Ребят, у меня другой вопрос. Эти песни реально существуют? То есть их кто-то поет или это вы придумали для шоу? Это реально? Это реально реально. Скорее всего даже этот Арсен где-то есть. Это группа Диско Провокация. Диско Провокация? Вау, ребята. А Кула Сайдара был, по-моему, нет? Нет. Нет? Ну что жаль. Слушайте, обалдеть. Я, по-моему, перехожу на новый репертуар. Если такие песни придумываются настоятельно, они перестанут быть смешными. Да. В этом и соль этого эксперимента конкретно. То есть все, что вы слышите и все, что люди видят в нашей передаче и слушают, это все реально существует. А я думал, ты сейчас скажешь, что это все реально, Айдар. Россия, 21 век. Поехали, хорошо? Продолжим эксперимент, Сань. Да, продолжим. Одна из моих любимых. It's ok, very good, wonderful, sex today. О-о-о, я достаточно миленько выбирать. Вот смотрите, доплывем до берега. Миш, твои планы на вечер. Абсолютно. Ну, я себя ассоциирую с героем. Итак, доплывем до берега. Устали, плыли, зов души, куда ты нас ведешь. It's ok. Опять же, демонстрация знаний международных языков наших партнеров. Ты когда так рассуждаешь, логично. Помни, как ты облажался в предыдущем районе. Но в первый раз я выиграл. Рассвела сирень, значит, все будет. Естественно, sex today не может быть, потому что мы уже плыли, мы устали. Нам не до этого, мы взрослые люди. Будет wonderful. Нет, а я как раз-таки за sex. It's ok. Повторение very good. Слишком сложно для этого господина. Судя по лексикону, wonderful самое то. Нет, ребят, я всегда в любой непонятной ситуации отвечаю sex today. Поэтому я за этот вариант. Спросите что-нибудь, парни, в конце передачи. После Арсена перешли к сексу. Мы специально их песни поставили, эти песни. Слушаем правильный ответ. It's ok, развелась сирень, значит, все будет wonderful. Сработало, сработало. Все просто. Вот как может меня спевает Виктор, но нет, понимаешь? Нет. Но молодец, красавчик. И подается на провокации. Красавчик. Стальной, стальной человек. Wonderful. Ну что, вот в следующей песне логика не поможет. Все. Так, внимание. Это моя песня. Я старая няшка, пожилая стесняшка, я старая улыбашка, я Валера. Ха-ха, Валера. Пипикарза. Пипикарза. Чего? Пипикарза. А там неважно ударение. Пипикарза. Я Валера. Пипикарза? Шуштига, Тига. Ага. Шуштига. Удзимуки. Удзумуки. Леонтьев. Я Валера Леонтьев. И это единственное слово, которое я здесь знаю. Очевидно, совершенно. Леонтьев, даже не буду объяснять, почему. Слушай, ну вот мне нравятся другие варианты. Исполнитель мне объяснял, и ты не будешь. А вдруг это Пипикарза? Пипикарза. Подождите. А попробуй. Я старая няшка. Я знаю правильный ответ. Пипикарза правильно. Пипикарза, да? Так, Кирилл, ты меня, по-моему, забиваешь сейчас. Маш, попробуй пропою эту строчку. Я сейчас пропою. Да, мне правда камера мешает. И по наитию какая строчка ляга. Я старая няшка. Все, спасибо. Наконец-то, да. Я это услышал. Очень похоже просто получилось. Пожилая стюняшка. Все так, дальше. Помоги мне, пожалуйста. Я старая. Улыбашка. Я Валера. Ну здесь логично, Леонтьев. Но Саня сказал, что это не песня логики. А соответственно... А ты думаешь, я выбрал Леонтьева из логики? Подожди. А значит, я Валера Шуштига. Вот оно. Слушаем правильный ответ. Я старая няшка. Пожилая стесняшка. Я старая улыбашка. Я Валера Удзумуки. Видимо, тебя... Я была на правильном пути. Родители этого исполнителя хотели мальчика и роллы. И роллы. И сам он родом с острого Туруп. Удзумуки. Зовут его Глад Волокас. Глад Волокас. Он реально существует. А сколько ему лет? Пятьдесят шесть? Если когда-нибудь... Вы понимаете, я очень благодарен, Саша, тебе, что ты... Нет, ему меньше восемнадцать. Как его зовут? Скажи, пожалуйста, еще раз. Гла... Глаз Галакас. Глаз Галакас. Глаз Галакас. То есть, когда я буду уже подходить к Гейту в любом аэропорту и будет объявление Глаз Волокас. Глаз Галакас опаздывает на рейс, я не полечу. Я буду знать, на какую камеру. Помните, я говорил, есть крутой исполнитель с голосом для радио. Вот, это он. Вот, ааа, это он. Он очень молоденький и вот с таким голосом. Ты так как-то... Ну, очень молоденький. Да-да-да, как-то пренебрежительно к нему немножечко. Не зрелый. А давайте еще какой-нибудь... Слушайте, мне очень понравилось. Вот здесь логика есть. Это крутой эксперимент. Потому что я выигрываю. Это очень хорошо. Ну, один пока, два-один. Давай, Маша, выигрывай. Борщ, как борщ. Борщ, никак... Ой, я знаю, я знаю ответ. Никак закат. Никак лужа. А я думала, лужа. Было бы логичнее. Никак Олег. Никак Олег не может уже два раза быть прорадужным Арсена в этом конкурсе. Потому что прорадужным Арсеном уже было. А дай я первое отвечу. Пожалуйста. Борщ. Как борщ. Сейчас, борщ. Как борщ. Это логичная песня. Правильно, Саня, ты говоришь? Это да, очень логичная. Ну, куриный суп, ну, как-то слишком просто. Ну, ведь борщ не как все, что предложено, логично. Ну, естественно, да. Ну, и все логичное песня. Ну, надо хотя бы забавное выбрать. Ну, ладно, давай, я за куриный суп, я женщина. Понимаешь? Я не могу ни за что-то голосовать. Не может быть, не может быть куриный суп. Слушаем. Никак. Куриный суп. Это очевидно. Это очевидно. Абсолютно. Мы до этого еще не доросли. Это уровень, когда поет человек, борщ как борщ, борщ не как лыжа. То есть тогда бы мы... Нет, ну смотри, жена говорит, возьми борщ с этого, с балкона. Он не как лыжа выглядит. Он не как лыжа. Логично, кстати. Тоже да, но все-таки закат. И Даня нашла логику там, где ее нет. По тональности человека видно вот романтизм, ситуация. Он говорит, борщ как борщ, борщ не как закат. Все. Давай попробуем, почему нет. По цвету, кстати. Да, да, да. Ну что, Мак? Ты выбираешь куриный суп. Я за куриный... А, надо ответить. Для Олега что ты выбираешь? Да, я за куриный суп. Нет, Олега. Олег нет, это точно не он. Борщ как борщ. Борщ не как Олег. Ну что? Вы все-таки продвинутые, пацаны. Вы все-таки европейские товарищи. Понятно? Слушай, мне все больше и больше нравятся эти артисты. Мне кажется, я после эфира обязательно... Давай финальную. Вот самую финальную. И сейчас все наши давай баллы аннулируются. Кто сейчас выиграет, тот и все победитель. Кто ты победил. Хитрая. Давай. Слушаем. Жабинка, малый городочек. Жабинка, прочерк между строчек. Жабинка, сердцем не кривлю. Моя жабинка. Моя жабинка. Ну это было бы логично. Я так тебя люблю. Такие будут варианты, да? Я так тебя люблю и вот так тебя люблю. И вообще по-всякому и в разных позах я тебя люблю. Моя жабиночка. О, вот это я. Можно я вот за последний вариант, ребят, пошел? Sex Today просто, да? В любой непонятной ситуации говори. Правильно. Миш, ты как хочешь, решай быстрее, я за финал. Я так тебя люблю и вот так тебя люблю. Ну окей, ладно. Ты середнячок выбрал, да? Не то, не все. Ладно. Без рассуждений. Я максималист, поэтому мой финальный. Давай. Ну что, слушаем? Да, правильно. Жабинка, сердцем не кривлю. Моя жабинка, я так тебя люблю. Я так тебя люблю. И вот так тебя люблю. И вообще по-всякому и в разных позах я люблю. Моя жабинка, я уже приподнялся. Я уже... Он просто хотел показать, как. Кто тебя сделал? Это купили играть. Я больше в нее не играю. Слушайте музыку моей. Что, друзья, слушаем другие песни? Вообще два-два. Хочется сказать. Друзья, прекрасен наш Союз. Действительно. Действительно. Более того, мы начинали с фразы о том, что два повода было пригласить группу Союз сегодня сюда к нам. Но на самом деле поводов-то три. Да. А знаете, какой третий повод? Какой еще повод? У них тоже день рождения. У нас день рождения 15 августа. О, да, друзья. А им-то тоже год. 10 августа. Все, на самом деле, в последнее время об этом написали. Еще раз назовешь нас группой. Шоу. Это второе слово. Эксперимент Союз с нами сегодня. И самое главное, шоу. Ребята, давайте сейчас вот прям подытожим все, о чем мы сегодня говорили. Самое главное, когда у вас выходит новый сезон, когда у вас запускаются съемки, чтобы все-все-все, кто только что, может быть, к нам присоединился, подключился, еще разок это запомнили. Кирилл, это будешь ты за все это отвечать? 23 августа. Подожди, вот прямо в микрофон. 23 августа на телеканале ТНТ выходит третий сезон шоу-студия Союз, шоу, которое мы очень любим, очень ждем его каждый раз. Смотрим все выпуски, друзья, из того же, рекомендуем и вам туда мне, да, говорить нужно? Можно было бы и туда. А у нас нет, все отвечают за джинглы, за отбивки, и никто сейчас ничего специфического не сделал, что самое интересное. Мы на самом деле хотели об этой информации сказать 10 числа, в прямом. Где? Об этой информации хотели сказать немножечко четче, но тут как вышло, так вышло. Подожди. Нет, давайте еще раз. 10 августа у нас еще прямое включение в официальной группе студии Союз ВКонтакте. Вот, это важно. И там же еще точнее вы узнаете, когда у нас начинаются съемки, какие новые эксперименты там будут, и что 23 августа стартует новый сезон на канале ТНТ. Все, друзья, значит, заходим в интернет и ищем в ГРУ. 18.00, 10.00, прямое включение. Вот что значит, женщина все на все в своем деле понимает. И смотрим информацию о том, что 23 августа выходит третий сезон студии Союз. Да, да, да. Подожди, Саш, ты нам рассказывал, еще какие-то у вас вечеринки проходят. Вот так в этом, по-трограмм. Ну, у меня каждый день, а у ребят... Не у тебя лично, ваши вечеринки. Что там на них? Каждое воскресенье, 6 часов, стендап-стор, Петровка 21. Так. Петровка 21. Так. 18.00. Я понял. Петровка 38, ты думал, да? Это нас в прошлый раз выбирали. Ребят, у нас осталось 2 минуты. Так, на Петровке. А что там происходит? Там на вечеринке мы тестируем тот контент, который будем показывать на телевидении. На ТНТ. Навье! Вот этот свежак весь. Только что. Очень интересные гости приходят, совершенно неожиданные порой. Ух ты! То есть туда следует? Ну, это, я так полагаю, финальная вечеринка будет уже в этом сезоне. Да, в этом воскресенье будет финальная вечеринка перед съемкой. Самое интересное, Артем, вот ты действительно задал вот этот вопрос, он действительно ходит. То есть, действительно придет. Приходи. Петровка 21. 18.00. Каждое воскресенье. Если будет какая-то непонятная ситуация. Артем главный, он все решит. Звоните мне, я все вопросы решу, ребят. Все, друзья, это самое-самое главное. Мишка, давай переходить к нашему Блиц-опросу, потому что уже... Ситуация. У них спросим, они молчат. Пусть они... Нет, все отвечают. У нас фишка в том, прям синхронно. Одновременно. 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 Как хотите. Одновременно. Друзья, ну что, тогда Артем, по твоему кашу, как всегда... Спасибо. Первый вопрос. Для меня самое важное в жизни. Все отвечают? Всем очень, парни. Проснуться. Отлично. Так, Леня, хорошо. Самое главное в жизни это? Это... Давай, по очереди. Саня, давай отвечай. Саня, нельзя. Все, ладно, дальше идти по жизни. Нет, подожди, а ребята еще не ответят. Самое главное... Мама. Семья. Семья, семья. О, тогда жена. Давай отсюда будем. Идти по жизни с юмором это? Видит? Это... Это Артему. Это... Это прикольненько. Окей. Это к нам на вечеринку, да. Так. Как вам такой юморец? Как вам такой юморец? Идет по жизни с юмором, ты как человек, который редактируешь там все не в себе. Ооооо. Оооо. Это самое главное. Это глубоко. Сейчас я вас напрягу всех. Если бы сейчас был тысяча восемнадцатый год, что бы делала студия союз? Революция. Горела. Горела? Почему? Не знаю. А если бы три тысячи восемнадцатый... Мы бы праздновали тридцатилетие крещения Руси. красавец. Интеллект. Что, где, когда, да? А 3018? Вот так я показываю прямо тогда. 3018. Та-дам! То, что бы вы делали? Это отмечали бы 1018-летие Дзюбы. Искали бы музыку в интернете. Отлично. А Витя, что бы делал в этом день? Мы бы сейчас оскорбили по одному из нас. Я бы сказал, по всем. Кого подвело здоровье? Интересно, по кому. Ладно, останется загадка. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим праправнукам. Каждый! Что скажешь? Не верю? Я скажу, не бухайте с внуками Алыма. Точняк. Глубоко. Подожди, уже с праправнуками, наверное. Так вот с внуками и не надо. Праправнукам надо говорить, что с внуками не надо. Если честно, у Кирилла стоит заметка в календаре, когда сказать... Я тоже напрягся после второго слова. Друзья, если что-то говорите, говорите в микрофон, когда вы отворачиваете вас. Слушайте, поехали дальше. Финальный вопрос. Если бы не юмор, я бы сейчас. Ну, каждый из вас. Чем бы занялся? Можно я за Артема отвечу? Я бы сейчас работал в Новом Рингое, в ДК «Октябрь» самоваром. То есть жизнь сложилась бы. Так там присутствовал юмор. Больше, чем сейчас. А я за тебя. Если бы не юмор, то я не смогу ничего отвезти. У меня нет фантазии. А я не креативный продюсер, я не придумываю. Лёля, ну если бы не юмор, что ты? Я бы рожала. А мне нравится. Я и сейчас это не все. Я прямо сейчас это делаю. Айдар, если бы не юмор, то... Я бы сидел. Так оптимистично. Если бы не юмор, я бы Айдара посадил. Друзья, спасибо огромное. Сегодня у нас в вечернем эфире была студия «Союз». И лично Кирилл Коковкин, Айдар Гарая, Виктор Щитков, Александр Алымов, Филина Гущина, Артем Муратов. Спасибо огромное. Спасибо вам, ребята, страна ИФС. Добрый-добрый вечер! Спасибо вам! Витька, пожалуйста. ФМ1. На всю страну.